добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас эфир не получится долг ответить на ваши вопросы пока вы подключаетесь отвечу на парочку вопросы которые пятики задали мне в течение нескольких дней первый вопрос чем отличается осуждение от рассуждения ну давайте разберемся приведем конкретный пример вот как меня спрашивали в частности вот если я иду по улице увидела иду с мужем увидела женщину и мне не понравилась порочная женщина это и осуждение о чем осуждаешь святые отцы говорят и и побываешь поэтому можно сразу понять что человек сам в какой-то мере принципе более тем больным грехом или большей степени тут же может под этим осуждением быть какая-то и в том числе зависть не всяк когда-то просто ты увидел не совсем понравилось я бы такое платье не купила бы можно бы сказать да женщина та или иная другая что понимая что она не может себе это позволить или не могла и по разным причинам финансовым моральным как этическим каким-то она не сможет себе его купить да купить муж сможет дома одеть но не сможет выйти в нем куда-то потому что где-то и будет стыдно где-то и опять-таки осудят за этот внешний вид поэтому она и где-то и зависти что-то себе смогла такую вольность а я вот не могу но она вот такая сякая но не то что я я то себе этого не позволяю а в глубине души такой дух и воды душок я бы сказал поэтому нужно теперь вернуться что же такое рассуждение ведь апостол павел говорит что рассуждайте все что к вам приходит то есть не за чистую монету в чем можно рассуждение той же самой ситуации допустим до короткая юбка но зачем кого-то провоцировать на грех осуждение зависти или тому подобное может быть вот из этого русла может быть кем являюсь я батюшка как вы видите по трансляции по моей странице являюсь батюшкой русской православной церкви священник поэтому вот рассуждаю на этот на эту тему и еще один вопрос задали тоже достаточно интересный ну мы как-то уже его в трансляциях я о нем говорил предыдущих значит в чем вопрос я слышал иванское чтение что вот сотник это такой военачальник кстати мы сегодня его читали на литургии это иванское чтение когда сотник приходит но кто такой сотник давайте сразу скажем это военнослужащий как мне подсказали капитан сегодняшним рангом я думал вообще полковник ну кто из нас не ошибается и сотник горит отрок мой болеет помоги мне господи господь говорит хорошо я приду исцелю твоего отрока быть не нужно будет приходить ты только скажи слово и он исцелеет и подтверждает свои мысли почему он веру вот так вот веру это битон под собой у меня есть война одну уговорю этот делает иди иди другой приди тут придет рабосы услуги сотворись и сотворит задавайте задавайте я сразу отвечу сегодня правда не длительный эфир будет но я отвечу все равно вопрос доскажу сейчас иванское чтение вот и говорит ты только скажи ведь они подчиняются они делают и господь говорит так великая твоя вера и слился его отрок в той же час то есть вот под такой твердости вере до пора сродников может быть и всякого рода чудо зачем мы и молимся о наших близких то не только близких и врагах надо молиться чтобы господь их разумел и такое бывает что их душа выворачивается и скажем так из гнилого состояния более-менее благое как считаете осуждение в колониях похожие люди как считаете осужденные прошу прощения осужденные люди в колонии но скажем так в колонии вообще сугубое такое место где много время переоценить свою жизнь и начало из белого листа я с многими людьми такими и общался и общаюсь в колонии допустим примохро старска недалеко от нас даже заключенные построили храм сами его расписали приезжает батюшка там совершает богослужение и они исповедуются причащаются то есть сами своими руками все сделали взяли разрешение и вот таким образом созидаются порой я вам даже скажу больше в них в некоторых закон совести как это не парадоксально будет звучать закон такой вот пусть даже криминальный закон но порой он более человечный чем в миру если бы мы зили жили по закону божию скажем так по вообще рай на земле был бы так заслуживают ли они ада ну давайте я скажу частное свое мнение заслуживаем ли мы вообще все ада по большому счету заслуживаем потому что если бы нас большей степени судили по грехам они по любви божий господь судил бы по учитывал нашим песчинки добродетель не давал бы шанса помолиться она с родников и тому подобное то мы все богат бы наследовать все поголовно причем а порой господь показывает такое милосердие что такое клиническая смерть допустим да это великая любовь божия когда он возвращает человека в тело чтобы дать ему возможность исправиться попытаться начать опять-таки жизнь с белого листа и призвать тех кто вокруг него этого человека к другой жизни вот вот вам реальные примеры этих примеров то тысячи тысяч когда испытывают люди клиническую смерть поэтому ну ада мы все наверное заслуживаем но по милости божьей господь дает многим царство небесное вот кстати тема осуждения рассуждения господь сказал не судите но не судим и будете то есть вот явный нам путь заповедь через которую мы сразу может наследовать царство небесное да он первый кто зашел с богом в рай почему потому что он осознал свой грех он на кресте покаялся и попросил господа не возьми меня в рай а вспомни хотя бы обо мне поскольку видел чистоту нравственность и такую несправливое такое наказание христа ну и плюс к тому что он же первый почил он еще еще более утвердился в силе боже потому что из отмения была земля землетрясение то есть и воины почему бежали потому что увидели что никого распяли они как минимум праведника распяли поэтому и уж этот бандит вообще тут можно отдельный сюжет снять за не за эту историю бандита у нас выпадает с евангелия вот возраст от младенчества до 13 лет христа да где он был это в это время они находили в египте убежали в каир где монастырь копская церковь и вот когда они бежали туда как по преданию говорится вот этот бандит встретился со своим шайкой скажем так и когда увидел бога младенца на руках богородицы он запретил нападать грабить как-то эту семью и отпустил то есть вообще пути господни неисповедимы и тут можно по-разному тоже относиться к той или иной ситуации как молиться чтоб сойтись с бывшим мужем ну вы знаете Петр и Феврония у нас святые как бы отличить особо отличается благочестивой жизнью у которого день памяти приближается скоро вы увидите мы смотировали большой сюжет видео такая анонс если можно сказать скажу о дедушке который дал обет богу ходить пять тысяч раз на могилу к своей супруге которая почила пять-шесть лет назад уже две с половиной тысячи раз он сходил каждый день снег зной он каждый день ходит а самому дедушке восемьдесят два года он болит астмой вот он такой подвиг взял на себя и сказал буду ходить пока вот есть сила ну как дай господь управит но две с половиной тысячи раз еще у него остались я вот к празднику Петру и Февронии с нашим молодежным православным центром умский благовес мы к нему приезжали брали интервью у него ну там будет еще воскресная школа там немножко стихов истории о самих Петре и Февронии потом опрос людей то есть ну интересно такой должен получиться сюжет я как обычно его выложу на ютуб а с ютуба сделаю ссылки на все соцсети где я есть так что буду рад если вы на ютубе найдете канал ну так и называется священник константин мальцев ну если будет интересно подпишитесь какие то если понравились вам видео там одобрить или наоборот дизлайк как говорят поставите и комментарии мне интересно какие бы вы хотели быть вообще видеть темы чтобы я снял сюжет прям целый потому что бывает я прямой эфир делаю бывает вот как вы видите последний затрут во слава боже в храме ну неплохо вроде получилось но это вам рассуждать вот поэтому еще раз повторюсь петру и февронии а в первую очередь это господь и божья матери выше господа никого не может быть поэтому в первую очередь мы должны молиться господу и вровень нельзя ставить святых и господа естественно господь ну понимаете я вам скажу так конечно семья должна быть целостной целостной непоколебимой но порой господь просто отводит от нас того или иного человека в том числе и нынешнего супруга или супругу чтобы более приблизить нас к себе спасти нашу душу поэтому надо рассматривать индивидуально каждую ситуацию и не впадать в уныние потому что все не спослано господом поверьте не для нашего вреда для нашей пользы если есть еще вопросы задавайте и будем сегодня уже закругляться я вижу знакомых лица Светлану Валентину очень тут много приятных для моей души лиц кто смотрит трансляцию надеюсь для вас что-то полезное для всех вас полезно что-то находите ну если вопросов нет рад бы уделить вам внимание время надеюсь вы тоже что-то для себя подчеркнули храни вас господь можно писать в личку я потом если это будет такой не лично очень вопрос потом освещу без имен без фамилии в следующем эфире храни вас господь с вами был священник константин мальцев аминь